ребята всем привет сегодня у меня на обзоре вот такая вот капсула времени это советская скороварка минутка и купил вчера немножко обу состоянии успел ее почистить и уже даже приготовил одно блюдо давайте расскажу почему я его собственно выбрал сейчас очень популярная тема в интернете это афганский казан собственно я насмотрелся этих видео и так вот подумал где-то я чего-то вот похоже видел тем более у афганского казана похожая система клапанов стоит точно такой же коромысла и я сразу же вспомнил про советские скороварки собственно конструкция повторяет вот эту вот крышку также есть сейчас импортные скороварки не помню сейчас название точно из нержавеющей стали и вот верхушка сделана один в один насмотревшись этих видео ну я понял такая вот интересная штука тем более кушать готовить я люблю и было интересно попробовать как же вот все это делается в скороварках насколько все это быстро и я начал выбирать в интернете ну первое посмотрел то что было в магазинах это импортные скороварки и как правило они вот представлены есть такая вот боковая ручка пластмассовая здесь еще ну как бы так они смещаются и получается одна ручка и здесь переключатель 12 и какой-то там миниатюрный такой вот клапан первое время думал купить такую импортную скороварку но мне в них не понравилось то что клапаны у них стоят пружинные нет прямого доступа то есть ну как бы там снять посмотреть чем что там внутри забился не забился клапан довольно таки проблематично их нужно разбил разбирать с отверткой вот я начал посматривать на советские скороварки они тоже делятся есть вариант с такой вот ручкой где здесь пружинкой сжимается овальный вырез с овальной крышкой крышка так вставляется и ручка здесь зажимается они с их довольно таки много на вторичном рынке но мне в них не понравилось то что первое у них бортик как бы так вот завернут и получается блюдо приготовил с кастрюли буду высыпать и за этот бортик будет все цепляться и второе это овальный овальная форма крышки если здесь чистый круг до этом приготовил как обыкновенную кастрюлю могу поставить в холодильник накрыв простой крышкой там от какой-нибудь кастрюли то вот ускороварки вот с такой ручкой стандартная круглая крышка просто не ляжет и я начал посмотреть вот такие они бывают с резиновыми вот какими-то такими клапанами такая шапочка одевается из резинок бывают пружинные клапана какой-то вот рычажок сделан и третий вариант это вот такие вот грузики гирки в моем случае когда ее приобрел вот эти клапана были ну скажем так не совсем чистые один из них двигался ну как бы с залипанием вот и давайте уже более подробнее рассмотрим куда смотреть вот при выборе именно такой скороварки как она устроена давайте в первую очередь я покажу эти клапана они по своей сути одинаковые такая вот бабушка здесь вот так вот такая вот иголочка и получается что гирька своим грузом давит на эту иголочку а иголочка запирает отверстие когда температура поднимается растет давление пар отжимает немножко вверх вот этот клапан и происходит сброс что было именно в этой скороварке и возможно как причина ее продажи одна из вот таких иголочек по моему даже это у нее резьба была согнута градусов на 30 ну то есть был какой-то удар и под согнулась это все легко исправляется накручивается две гаечки и молотком легонько все это рихтуется так соберу назад еще момент вот вот здесь вот стоит вот здесь стоит стопорное колечко металлическое она цепляется за эту юбку и не дает спасть этой гирьки конструкция очень простая мне меня она привлекает тем что есть прямой доступ к клапанам то есть я могу визуально оценить забился он не забился естественно это безопасность легко они моются прочищаются никаких проблем то же самое видите теперь по вот этим иголочкам в одном клапане иголочка заточена острее а в другом ну как бы она немножко шире и то же самое вот здесь в ответной части отверстие есть более узкая есть более широкая обратите на это внимание значит там где более широкое отверстие ставим такую иголочку с большей площадью а более узенькая более заточенную иголочку с более плоской поверхностью не заточенной это рабочий клапан который будет сбрасывать пар во время приготовления а узенькая волка это предохранительный клапан клапан если вдруг произойдет перегрев он откроется вместе с основным клапаном и будет помогать отводить избыточное давление чтобы не было никаких проблем но вероятности взрыва и вообще тут не допускаю поскольку здесь мощный алюминий стенка где-то сантиметра 4 такая вот накатанный алюминий вот кто видел советские скороварки тот поймет все это дело весит 3 200 вес у него сбилась староварки вес 3 200 сами понимаете и я взвешивал чуть больше килограмма весит только сама крышка давайте теперь про крышку как она устроена здесь понятно вот клапана сквозное отверстие здесь вот скороварка пришла на скажем так или следы использования как она обслуживается здесь гаечным ключом или накидной головкой все это откручивается разбирается сквозное отверстие все прекрасно моется в любом средстве против жира также здесь разберу крышку винтиком прикручивается вот такая вот ручка она имеет внутри фигурный вырез который цепляется вот за вот эту латунную муфту металлическая коромысла левая резьба по моему так кстати я не понимаю почему тут левая резьба кто в курсе объясните всем болт гайка здесь все можно разобрать почистить если очень нужно то и отремонтировать крючок правую резьбу она не закручивается принцип закрывания крышки когда мы ручкой вращаем эту латунную трубку с резьбой до коромысла поднимается упирается в эти уши и крышка плотно резиночкой прижимается к основанию кастрюли еще когда будете смотреть эти скороварки обратите внимание вот на резинку поскольку резинки специально для них сейчас уже не продаются если резинка где-то побита ну как бы и средством или какой-то дефект ракушка какая-то выбоинка то не будет плотного прилегания к основанию и соответственно кастрюля будет протравливать с одной стороны это минус потому что резинку придется искать но с другой стороны это же и плюс поскольку резина имеет круглый профиль и найти ее я думаю будет не такой же сложно если для импортных скороварок то там хитрый профиль фигурный и под каждую скороварку импортную нужно искать уже свою резинку и не факт что вы ее так быстро найдете ну или найдете она будет стоить дорого как закрывается скороварка проворачиваем крышку так видите на здесь есть ну как бы такой скос она просто упирается и поворачивая ручку поворачивая ручку винт отжимается коромысло давит на эти ушки и крышка плотно прилегает вот так такая вот монолитная конструкция кстати вот здесь вот цена стоит 14 рублей какой-то еще знак наверно знак завода который выпускал 14 рублей на советское время это довольно таки большие деньги это где-то одна десятая зарплаты обыкновенного рабочего но я помню коробка спичек стоило одну копейку позвонить по телефону городскому 2 копейки штраф за бесплатный проезд в автобусе там троллейбусе был 3 рубля вот мороженое стоило копеек 50 мало жил советском союзе как-то больше уже после его распада кто помнит вот что можно было там купить за эти 14 рублей ну это где-то вот одна десятая одна пятнадцатая часть зарплаты то есть как бы не стоили довольно таки дорого я так считаю теперь о приготовлении первое блюдо которое попробовал приготовить это были фаршированные перцы просто перец набивается этим мясом измельченным фаршем узко сунели специю соль там мы все это маринуется и как я делал налил пол чашки воды буквально вот так на палец на самая донышко рекомендуемый объем это или объем который можно налить это две трети я налил на палец буквально донышко покрывает почему так почему не больше почему как бы не боялся выкипания этой воды надо чтобы создался пар внутри скороварки поднялась температура и дальше перец пускают уже свой сок и по итогу приготовления воды было больше чем я добавлял время приготовления значит я готовил в классической мультиварке электрической у меня получалось полтора часа на электричестве в этой штуке я перец приготовил за 15 минут это при том что вода закипает мгновенно то есть пар начинает идти быстро 15 минут засек на самом маленьком огне самая маленькая комфорка то есть экономия просто сумасшедшая по газу по электричеству 15 минут я ее выключил еще полчаса подождал открыл все было просто супер пупер поэтому для кухни штука незаменимая особенно с ценами на газ на электричество я просто даже не понимаю почему люди как-то вот подзабросили эти скороварки считаю что здесь можно делать очень классные блюда очень быстро и самое главное экономно если вам будет интересно пишите в комментариях я немножко потренируюсь и если захотите но как бы в живую уже покажу что как здесь можно приготовить я брал ее первое это под перцы хочу попробовать плов кашу сделать хочу сделать и консервы сюда кстати прекрасно становится 2 пол нет ни 2 4 полулитровые баночки и можно делать консервы скумбрии но это я еще пока не проверял но надеюсь все получится еще момент забыл сказать значит скороварку и мыл посудомоечной машине алюминий не потемнел может где-то там что там пятна какие-то появились но в целом если сравнить например с алюминиевыми массорубками современными которые просто серыми становятся то здесь вот крышки боковушки совершенно никак не повредила посудомоечная машина единственный момент здесь установленные ручки это либо нет или текстолит какой-то вот есть такое предполагаю что они могут портиться мне есть нож с эбонитовой ручкой и после многократного использования промывки посудомоечной машине смола начала выбиваться и волокна начали как болятся поэтому для посудомойки ручки желательно снимать снимаются не просто не буду откручивать и думаю вы поймете один болт отвертка сняли все алюминиевый корпус можно закидывать машинку но мыть скорее всего в машинке ее не буду поскольку готовит очень чисто никакой грязи по кухне нет клапан стравливает очень мало пара но я так выставил после закипания на самый маленький огонек поэтому ароматик духа на на кухне нету вытяжка на первой скорости полностью справляется со всем этим поэтому даже в этом плане когда то ведь это мы вот тушил перцы мультиварки аромат на всю квартиру стоял здесь 15 минут чуть-чуть по расстраиваются все уходит вытяжку никаких ароматов нигде ничего не заляпывается просто отлично поэтому в целом я покупкой доволен буду набивать руку буду разбираться с таймингами ну какое блюдо как готовится опять же если будет что интересно можем попробовать приготовить я расскажу получилось или нет покажу вот канал честный поэтому если что-то не получается об этом тоже рассказываю еще момент забыл сказать когда еду приготовили да вот здесь получается внутри скороварки повышенное давление где-то до 1 атмосфера то есть одна атмосфера у нас есть внешняя на наше давление плюс добавочная атмосфера и вода здесь закипает при 120 градусах то есть две атмосферы в сумме 120 градусов закипания бывает так что хочется побыстрее открыть посмотреть что там до пар не идет выключили пару минут подождали пар не идет но температура внутри 120 градусов ну пускай там даже там 117 вода в принципе уже не кипит и пара нет но если открыть клапан произойдет резкий сброс давления а вы знаете есть зависимость закипания воды от давления вода перегретая 119 120 градусов и при одной атмосфере до сбросили на атмосфера давления вода мгновенно закипит она не кипела до слива клапана клапан приподняли мгновенно закипает если варите там какую-то кашу или такое что может дать пену то скорее всего пойдет пена и покрит через клапана у меня такого не было но про такой нюанс я знаю поэтому пользоваться нужно осторожно если нужно быстро взять блюдо из кастрюли то не поднимая клапан кастрюлю целиком ставим в раковину и прямо на крышку поливаем холодной водой минут пять-десять вилочка аккуратно приподняли давление уже практически не будет и тогда уже можно безопасно открыть ну и соответственно извлечь ничего там готовили так кто досмотрел до этого момента сейчас я вам покажу еще один маленький лайфхак но это уже не касается скороварки но то что мне есть на кухне и вместе с ней теперь будет активно использоваться сейчас я переставлю камеру и покажу вот у меня на кухне есть еще вот такая вот штука это песочные часы я их купил по какой-то там бешеные оценки помню не стоили меньше чем 1 доллар на вот по оценке это песочные часы песок пересыпается и вот видно 5 10 15 минут скороварка готовит где-то в этом пределе там 5 10 15 минут она очень быстро готовит поэтому я думаю они будут как нельзя актуальны где можно найти такие часы их смотрите в магазине банных принадлежностей это для бани часы термостойкое стекло здесь еще был принт с каким-то тазиком там не знаю там лапушки какие-то я наждачной бумагой принт стер и матовым лаком покрыл их обалденная штука особенно там готовите там не знаю там яйца варите 5 минут 7 минут легко отбивается но на сковора на скороварке мне надо будет там 10-15 минут вот такой вот лайфхак для кухни классная штука крепится здесь есть планочка плитку сверлить не надо на двухсторонний скотч все это прекрасно закрепляется и держится пользуюсь уже ну не знаю 45 лет долго пользуюсь уже привыкнем еще забыл сказать один момент значит цена вот цена новых их магазинах сейчас нет этих скороварок все что продаются это вторичный рынок в украине это lx в россии аналог это авито поэтому продаются они с рук встречаются новые в упаковке но продавцы просят цену в где-то 50 60 долларов долларов в эквивалент это как по мне очень дорого я искал или дешевле новую или в хорошем состоянии бушную бушки встречаются где-то в районе от 20 до 25 долларов ну собственно и за столько и покупал 22 доллара где-то так если очень постараться можно найти еще дешевле проскакивала несколько скороварок но я не спешил братья пока цену изучал их быстренько купили так поэтому по ценам можете ориентироваться на сегодняшний день вот так ну в целом считаю обзор законченным кто посмотрел спасибо пишите ваши мысли про эту капсулу времени да вот даже не знаю в каком году на сделала буду стараться для вас еще что-нибудь записывать спасибо до свидания